Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Таня и добро пожаловать на мой канал о парфюмерии. И сегодня продолжаем летнюю тему о фаворитах июня. Я вам уже рассказывала подборку сочных зеленых, зеленых ароматов, подборку цитрусовых ароматов. А сегодня мои фавориты, июльские мои фавориты. Я выставила вот на такую подставку все эти парфюмы из шкафа и планирую ими пользоваться. Чтобы парфюмы не простаивали, потом уберу, поставлю следующий и таким образом будет какое-то движение в моем парфюмерном шкафу. Наверное, я думаю, что это проблема у всех парфюм-любителей. В общем, вот такая вот система у меня будет. Я думаю, что, наверное, в середине, в конце июля, может быть, я подставлю еще сюда какие-то парфюмы, но пока вот так вот. Итак, давайте же приступим. И первый парфюм, это, который, вы знаете, больше всего я им пользуюсь. Так, я его, я вообще, когда его покупала, он мне очень понравился. Это была моя давняя хотелка. Но сейчас я вот им просто активно пользуюсь. Он стал мне нравиться еще больше. И это Францис Кюркеджан. И парфюм называется Америс. Это, знаете, можно сказать, что такой классический, женственный, цветочный, бело-цветочный, немножко фруктовый, немножко цитрусов, немножко ванили. Все такое красивое, очень красивое сочетание в этом аромате. Он очень стойкий, он очень дорого-богато звучит. И он в то же время неудушливый, и очень хорошо им пользоваться на лето. И в пир и мир, как говорится, и днем я им пользуюсь. И на вечер очень хорошо его одеть. Очень такой универсальный, классический, очень женственный парфюм. Такое вот буйство и цветов, и цитрусов. И все очень красиво скомпоновано. Америс, Франциско Кюркеджан. Так, следующий аромат, это Мисс Диор Броумен Букет. Ну, конечно же, куда без него летом. Вот я его уже заканчиваю. Я его, конечно же, планирую вот еще немножко его закончить. Обливаясь этим парфюмом, к сожалению, он не стойкий, но он очень красивый, очень нежный, неудушливый. Вот на лето само то, одеть красивый белый сарафан или какой-то вот такой, знаете, летний пышный сарафан, облиться этим парфюмом, одеть шляпу. Он очень нежный, пион, роза, в базе такой красивый мускус. Мускус очень такой мягкий, мускус неудушливый, вот как если кто-то не любит мускус. Здесь он очень красиво звучит, очень женственный парфюм, очень красивый. Рекомендую тоже на лето. Так, следующий парфюм, это будет, конечно же, экцентрик пятая, молекула. Это тоже вообще стала какая-то моя палочка-выручалочка, незаменимый парфюм. Цитрусы на старте, очень яркие цитрусы. Затем идет хвойные ноты, можжевельник, такой цитрусовый, прохладный, можжевеловый, хвойный парфюм. Парфюм, очень он стойкий, кстати, очень хорошо его разбавлять с парфюмами, которые сладкие. Может быть, немножко добавлять каплю и будет очень красиво звучать. Экцентрик пятая, экцентрик молекула. Так, следующий парфюм, это Аметист Эклад. У меня версия Эклад. Ну, что здесь? Малина, смородина. Он очень яркий парфюм. Тоже, к сожалению, стойкость у него средняя. Не такая, как у классического Аметиста. Стойкость средняя. Ну, я думаю, что на лето это очень хорошо, чтобы он не придушил. Хотя, Бельс Эклад, она и так неудушливая. Она очень такая интеллигентная, очень, можно даже сказать, свежий аромат. Даже, наверное, сейчас его на себя нанесу, еще не наносила. На себя свежие древесные нотки. И смородина, и малинка. Все так в меру тоже красиво скомпонована. И тоже этот аромат, очень хорошо летом этим ароматом пользоваться. Так, следующий парфюм, это Париж Венеция. Шанель. Шанель, как вы знаете, да, летом, я не знаю, не всеми парфюмами Шанель можно пользоваться. Вот, например, мой любимый Allure Sensual, я не могу им пользоваться летом. Он у меня очень и очень душит. Но этот парфюм, он до такой степени нежный, нежный, женственный, вот тоже белоцветочный такой, самый нежный парфюм и самый женственный в моем парфюмерном гардеробе. Стойкость у него, к сожалению, слабая. Но первый час он очень, очень красиво шлифит. И все делают на него комплименты, что очень красивый такой пудровый. Такая пудра воздушная, неудушливая, немножко специи есть. Красивый на лето, тоже я им с удовольствием пользуюсь. Шанель, Париж, Венеция. Следующий парфюм, это цитрусовый парфюм. Это Lorenzo Filarese, Del Monde называется. На старте тоже очень сильные такие цитрусы, даже немножко горьковатые цитрусы. Потом, когда он раскрывается, он звучит так не роли, мягко, красиво, немножко сладковато. Это тоже очень красивый парфюм и очень достойный бренд Lorenzo Filarese. Я уже вам говорила, что я хочу знакомиться, продолжать знакомиться с парфюмами этого бренда. Удивили меня эти парфюмы. Стойкие. Наверное, не очень шлейфовые, но все равно, если кто-то к вам подходит, замечает на вас этот парфюм. Так, и следующий парфюм, это Hermès. Hermès L'ombre des Mervelins Bleu. Hermès. Прочитала, потому что до сих пор я не могу уговаривать это название. Блю. У меня версия Блю. Ну что здесь? Это такой морской, фужерный парфюм, совсем не сладкий. Вот именно на лето, знаете, дает вам какую-то свободу, свободу морскую какую-то, как будто бы вы находитесь на побережье, и ветер дует, морской воздух и влажные деревяшки. Очень красиво вот именно на лето. Что-то здесь есть, какая-то, знаете, кислинка. Здесь заявлены ноты красных ягод. Вот что здесь немножко есть, но он абсолютно не сладкий, больше древесный, такой морской, водный, вот эта чудесная голубая вода. Так, вот эти вот парфюмчики. Не знаю, может быть, еще что-то у меня добавится сюда, может быть, какая-то новинка будет. Я же все-таки планирую, парфюмерная моя диета уже закончилась, планирую еще что-то покупать. Может быть, сюда что-то еще добавится. Но пока так, будет стоять у меня вот на этой вот подставочке, такую красивую я приятную деревянную подставку купила, будет стоять, буду пользоваться. И свой шкаф парфюмерный я вообще пока заглядывать не буду, потому что буду заглядывать так, знаете, там иногда переставляю, когда нервничаю, переставляю плакончики, нюхаю эти духи. Буду заглядывать, но пользоваться буду только вот этими парфюмерными. А, забыла, что ли, вам сказать про Dolce & Gabbana, Love Italia, Italian Love, новый, да, Dolce & Gabbana, который вышел. Это и моя новинка, и на парфюмерном рынке тоже новинка. Очень он мне понравился. Тоже здесь в ней роли, и цитрусы на старте, и что-то такое сладковато, и, по-моему, даже есть цветочное что-то. Не хочу его разделять на ноты, он мне очень понравился, очень красивый, неудушливый, не такой, знаете, интенсивный, как первый Light Blue, но вот флагман. Ну, не знаю, вот до этого меня не цепляли никакие Dolce & Gabbana, никакие фланкеры. Вот этот меня зацепил, очень понравился. Женственный, очень на лето, и тоже неудушливый, цитрусовый, немножко сладковатый, женственный, красивый. Стоит самый высокий, да, самый такой красивый голубой летний парфюм, и забыла вам про него рассказать. На этом я буду заканчивать свое видео. Всем, кому понравилось, конечно же, ставьте лайки, не забывайте подписываться на мой канал. И всем пока-пока, до новых встреч, всех целую. Субтитры сделал DimaTorzok